Это вот еще одна версия. Фильм, как ни странно, это такой трудной творческой судьбы. Я куда не попаду, во-первых, все темно, а во-вторых, какое-то такое молчание, и нет такой драки-экшена. Вот смотрите, ребят, видали? Вот так не снимаете. В принципе, конечно, это все ради денег. Дождались. Вы становитесь весьма популярным. Перезапуск Бэтмена. Стоила ли игра свеч? Выясним у дружественного видеоблогера. Что за день до премьеры был отменен новый Бэтмен с Робертом Паттисоном. Но, что интересно, решение, конечно, находится. И уже 21 апреля Бэтмена все-таки покажут в центре Москвы в кинотеатре. Это будет такая некая перформанс и акция от художника Габелена Галычева. Все будет не очень официально, потому что это будет скачанная с торрента копия. Но посмотреть можно. А вообще, в принципе, говорят, что уже доступно на цифровых площадках. Правда, я не знаю, как получить к ним доступ, потому что карточки закрыты. Тем не менее, кто захочет, найдет вариант. И одним из тех, кто, видимо, захотел и нашел вариант, наш дружественный видеоблогер Илья Маклауд. Узнаем все подробности прямо сейчас. Илья, привет. Доброе утро. Итак, удалось посмотреть тебе фильм, я уже знаю. И, в принципе, очень долго прогревали. Вначале выкладывали просто кадры костюма. Потом просто фотографию Паттисона. Потом какие-то три секунды. И вот он вышел. Кое-как дошел до нас. Не совсем официально, но ты посмотрел. Как впечатление? Ну, скажем так, своеобразный фильм. Я просто хочу, опять же, кто собрался смотреть, кто не видел, предостеречь, что это вот прям, ну, наверное, не тот фильм, который многие ждут. Это вот, ну, Бэтменов много сняли уже фильмов. И мало того, что фильмов много, вариантов этого героя тоже было показано много. Ну, ни один, ни два актера его исполнили. Фильмы все разные. Это вот еще одна версия, которая, наверное, ну, она, скажем так, и похожа одновременно на то, что было. Потому что, ну... А на какого Бэтмена похожа? Кристина Бейла? Сложно сказать. Да, они попытались вот как раз-таки вот в этом ключе снимать, более подреалистичную. То есть попытались уйти в реализм относительно того, что... То есть меньше вот этой вот, скажем так, супергеройства такого, да, какого-то, кинокомиксов. И решили прям снять вот какой-то такой нуарный детектив. Даже, может, ближе к Джокеру, да? Наверное, да, да. Вот есть такое. Но проблема в том, что это не очень хорошо получилось у них, как мне показалось, у создателей. То есть это трехчасовой практический фильм. Да, меня это, кстати, очень удивило. И он вот, скажем так, мне прям показалось, он прям нарочно растянут. То есть там, во-первых, все сцены, как мне показалось, их можно было там подрезать. Ну, они прям настолько длинные, прям... Ну, вот есть такой... Вот если есть любитель вот неспешного кино, есть такой вот, есть такой вот даже подача такая, неспешный рассказ, да, то есть для погружения, для атмосферы. Может быть, кому-то понравится. То есть очевидно, что с учетом того... Тарковского, да, что как будто ощущение, что зависло. Дело в том, что... Да, наверное, но дело в том, что Тарковского хороший референс, с одной стороны. С другой стороны, насколько я знаю, Тарковского, когда показывают в киношколах и говорят, вот, смотрите, ребят, видали, вот так не снимаете. Вы не сможете, как Тарковский снимать, то, что он смог вложить в это что-то большее. Большая часть, ни у кого такого не получается, здесь тоже не получилось. Но... Ну, все-таки, действительно, 2.56 я посмотрел, и, признаюсь честно, я увидел это на неофициальном источнике, и я просто перед встречей с тобой немножко так понажимал в разные места, и я куда не попаду, во-первых, все темно, а во-вторых, какое-то такое молчание, и нет такой какой-то драки-экшена. Вот вообще захотелось выставить скорость на 1.25 минимум, а во-вторых, вопрос все-таки, не скучно ли? Или, потому что надо бы сказать, что вот прям захватило, не захватило, да? Меня не особо. Я не могу сказать, что прям как-то я сильно погрузился, и там есть история, которую они рассказывают, она, в принципе, не то, что прям скучная, но вот это, опять же, это вот тоже такой момент всегда, как я говорю, с фильмами и вообще с любой повествовательной системой, это именно система подачи, повествования. То есть даже хорошую историю можно скучно рассказать. И здесь вот не то, что скучно, но, короче, можно было рассказать интереснее. И вот действительно, это вот, это разговорное кино, это не экшеновое кино, то есть оно там, там есть, естественно, и драки, и даже погоня одна есть, неплохо снято часть, опять же, не все даже хорошо из этого снято. Поэтому это фильм в большей степени разговорный, как мне показалось, и, ну, вот такой вот Брэтмен. Вот недавно была еще трилогия Нолановская, которая, ну, мне кажется, она действительно крутая, то есть она мощная. Приследование прошло. Последнего фильма? Ой-ой-ой, как я безнадежно стар и живу в прошлом. Но это было круто, это были яркие актеры, и меня удивило, когда был перезапуск, может, его еще долго перезапускали. Как ты думаешь, почему? Просто желание на живы, или все-таки действительно это какой-то новый пересказ истории, и это было необходимо не с точки зрения просто заработать денег? Ну, тут, опять же, это, кстати, вот фильм, никак не странно, это такой трудной творческой судьбы. Я напомню, что, опять же, между Ноланом и вот Мэттом Ривзом, вот этим фильмом, да, мы пережили как бы еще один перезапуск. У нас был Банафлик в роли Бэтмена, да, появлялся. Вот, и это тоже все было, и более того, вот этот фильм изначально должен был быть с Беном Афликом, и, опять же, Бен Афлик собирался его как режиссер к тому же ставить. А, вот это было бы, кстати, логично, потому что там есть вот эта история. Да, 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 то есть это все тоже было, и это вот, ну, к сожалению, вот, а вылилось это все в то, что у нас как бы вот Паттинсон есть, и есть, собственно, Мэтт Ривз, режиссер и сценарист, и, ну, как опять момент сказать, что да, в принципе, конечно, это все ради денег. Всегда так было, и Голливуд, он в большей степени ориентирован на коммерцию. Ну, понятное дело, просто кинокомиксы сейчас, как ни странно, они правят миром, и это, собственно, ну, опять же, вот Человек-паук, да, сколько собрал денег. Как бы это верхние строчки всегда этих сборов. Конечно, все хотят, ну, если есть возможность, да, у Warner Brothers есть возможность снимать свои кинокомиксы, вот они их снимают. Хорошо или плохо, да, это уже нам решать, но снимают, естественно, да, ради денег в основном. Но попытались, естественно, сделать что-то новое, потому что относительно того, что вот снимал Нолан, здесь все-таки ушли еще более такой, вот, если Нолан снимал под реализм, тут ушли в такой гиперреализм, то есть вот, что взяли такую, гораздо больше такую проблему, она остросоциальная, я бы даже сказал, и не буду спойлера говорить, но вот раскрыли ее плоховато. Мне, кстати, вот поразил даже загадочник, который есть такой мрачный, какой есть такой обычной одежды, и тот загадочник, который был в исполнении Джима Керри, да, такой максимально карикатурный, там какие-то, вот, в общем, какая пропасть, да? И вот здесь, мне кажется, пропасть есть между еще актерами, вот Роберт Паттисом, все-таки, я не знаю, может, я недалеко ушел от Сумерек, где он еще так блестел на солнышке, да, и потом было, где он уже более серьезные роли, это Довод, соответственно, да, Маяк. Вот все-таки выбор странный, ну, мне показался, да, он такой щупленький, тут, может, подраскачался, конечно, но все-таки удалось ли ему стать новым, хорошим Бэтменом, по твоему мнению? Тут вопрос пока спорный, и, опять же, как по мне, персонаж Бэтмена в данном случае размазан очень сильно, причем самое поразительное, чтобы еще сильнее размазан персонаж Брюса Уэйна, это все-таки немножко разные персонажи, по сути, вот, и это, видимо, будет раскрываться в дальнейшем, то есть я так понимаю, что там задумано это продолжение, да, опять же, с учетом сборов, естественно, это будет что-то дальше, вот, по поводу, кстати, актеров хотел сказать, на самом деле там все с актерами-то хорошо, там с актерами все хорошо, и более того, действительно, Паттинсон хорошо играет, он прям действительно хорошо играет, то есть, ну, там, видимо, с учетом того, что именно они, то есть то, что сценаристы написали, он то есть сыграл, а вот написали, ну, так себе, то есть, ну, вот, как-то так, поэтому впечатления, вот я говорю, смазанные, то есть видно, что потенциал у фильма был, но вот почему-то они его на полностью не реализовали. То есть все-таки продолжение ждем? Ну, очевидно, да. Пойдешь на продолжение? Ну, если получится пойти, то пойду. Да, это, кстати, хорошее уточнение. Субтитры сделал DimaTorzok